Всем привет! Евгения Медведев пробыла в Торонто. В аэропорту встретил американских фигуристов Джейсон Браун. Кстати, он тоже недавно перешел к Дайну Орсио. Ему 23 года. С 18-го числа у Евгения Медведева уже подробно расписан тренировочный план. Евгения Медведев расстанется в том, что заняла свое место, то, которое ей положено. Женя четко понимает, что для нее начинается новая жизнь. Фигуристка никогда не тренировалась у иностранных специалистов, никогда в жизни не ела непривычную еду дольше двух-трех недель. То есть абсолютно все меняется, абсолютно новый лист. И ее не пугает. А наоборот, Евгения ждала с нетерпением. Евгения Медведева пытается сдвинуть ее как бы на несколько лет вперед. Во-первых, хочет сохранить здоровье. Это главная ее цель. Просто нужно постараться сделать так, чтобы эта цель не мешала результату. Найти правильный баланс в нагрузках, в питании, в ментальном настроении, в физическом состоянии. Евгения открыла глаза. Посмотрела вокруг. Да, у нее была цель Олимпиады. И шла, нацеленная только на выступления на играх. Больше ни на что не смотрела. У нее фактически не было друзей. Не было каких-либо интересов. При том, что она считает себя достаточно разносторонним человеком. Не было времени. Были только тренировки. И только после Олимпиады Евгения Медведева открыла глаза. Жизнь сама собой потекла. Не то, чтобы другое русло, а просто стало гораздо более объемной. Словно из ручейка превратилась в реку. У нее появились друзья. Появилась куча интересов. В том числе и предпосылки к будущей профессии, которая может быть ей понравится. А возможно 150 раз еще поменяется. Часто думают о том, что ее мама и бабушка в значительной степени пожертвовали своими жизнями ради того, чтобы она имела возможность развиваться как фигуристка. Если вдруг Евгения будет чувствовать, что не оправдает их ожидания, то она не хочет этого чувствовать. Ее родители тоже реалисты и понимают, что самое главное в жизни продолжать работать. Нет результата, значит работаем дальше. Есть результат, отлично, значит тоже работаем дальше. Вот если она по какой-то причине не выполняет те обязанности, которые должны, тогда возникает чувство вины. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Как вы считаете, правильно сделала Евгения Медведь, что уехала в Торонто, поменяла тренера. Я считаю, что это правильно. Человек должен как-то дальше идти, усовершенствовать, открывать какие-то новые горизонты. Я только за. Если согласны, то ставьте лайки, если нет, то дизлайки можете ставить. Всем желаю всем хорошего дня и до свидания. Пока-пока.